Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Паша Геочанна, и мы обсуждаем такую тему, как несовместимость овощных посевов. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению непосредственно несовместимых культур овощного назначения, хотелось бы в первую очередь немножечко пояснить, откуда же все-таки взялась эта несовместимость, как она называется и что с этим можно сделать. Несовместимость растений, которые совместно произрастают в каких-то фитоцинозах, она выработалась сложным эволюционным путем, поскольку растения, как и любые живые организмы, населяющие нашу землю, они постоянно вынуждены конкурировать. По-другому несовместимость растений называется аллелопатия и дословно переводится как взаимное страдание. Иными словами, аллелопатия это такое явление, когда одно растение своими корневыми или листовыми выделениями подавляет рост и развитие рядом находящегося другого растения. За счет чего это происходит? За счет выделения различного рода органических соединений, например, аминокислот, ферментов, различного рода энзимов. Также могут выделяться всяческие ароматические соединения, которые по своему действию сходны с гербицидами. А как вы знаете, гербициды это те препараты, которые мы вносим для борьбы с растениями. Таким образом, одни растения выделяют специфические гербициды против других растений, которые впоследствии или плохо всходят, или туго развиваются, или при большом накоплении соответствующих компонентов в почве вовсе погибают. Очень хорошо аллелопатическое действие проявляется у нас при выращивании совместным различных декоративных древесных растений с плодовыми растениями. Также более интенсивно проявляется подавляющее действие одних растений на вторые среди полевых культур. Например, среди зерновых культур. Если же мы обратимся в сторону нашей овощной группы, то здесь аллелопатическое действие более растянутое во времени, более собирательное, накопительное и проявляется больше, когда мы высеваем растения по неподходящим предшественникам. В настоящее время ведутся различного рода исследования по определению взаимодействия овощных культур друг с другом, по подбору различных растений, которые хорошо уживаются между собой и которые подавляют друг друга. Очень много работ по этому поводу. Например, характерно для немецких исследователей. И сейчас я расскажу вкратце, какие растения нежелательно высаживать или высевать друг с другом. Первая пара овощных культур, которые нежелательно размещают друг рядом с другом, это луковая культура и бобовая культура. Например, лук и горох, лук и фасоль, лук и бобы соответственно. Установлено, что фитонцидное выделение луковых культур подавляет развитие бобовых культур и корневые выделения луковых культур также подавляют развитие микоризной микрофлоры на корнях бобовых культур. Также бобовые культуры будут крайне плохо уживаться с посленовыми культурами. Например, перец и бобы, перец и горох. Имейте в виду, что когда мы имеем возможность высеять различные зеленые культуры среди посаженной рассады перца, то 9 из 10, что ваши зеленые культуры, будут развиваться достаточно плохо, поскольку корневые выделения перца будут на них воздействовать таким вот негативным образом. Третья пара наверняка вам известна. Это посленовые культуры, например, картофель и томаты. Взаимное негативное воздействие картофеля и томатов друг на друга приводит к заметному снижению урожайности обеих культур. Четвертая пара, которая также плохо уживается с томатами, это свекла. Свекла и столовые корнеплоды. Также свекла будет плохо уживаться с теми же бобовыми культурами, например, с фасолью. Поэтому, если вы любите борщи, в которые вы добавляете и свеклу, и фасоль, разделите, пожалуйста, их в своем огородном пространстве. Пятая пара – это наши зонтичные, например, морковь и укроп, морковь и сельдерей. Это те овощные культуры, которые, так же, как и посленовые, негативно взаимно воздействуют на развитие друг друга. Шестая пара – это листовые зеленые овощи и капустная культура. Например, когда мы совместно выращиваем капусту и салат, то салат угнетается корневыми выделениями капусты. Но если капустные грядки активно поражаются слизнями, то можно по периметру их высеять салат, который будет на себя собирать слизни. И таким образом есть вероятность лучшего спасения будущего капустного урожая. И хотелось бы завершить это видео седьмой парой, в которой относятся нежелательное взаимодействие и соседство свеклы и листовой горчицы. Как показывают исследования, эти овощи так же взаимно негативно действуют друг на друга. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки.